Мнение населения Бизнес-технологии Добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые крымчане! В эфире наша программа «Бизнес-технологии». Мы уходили на небольшой двухмесячный перерыв, получилось так. И в связи с тем, что тем накопилось, спрос на нашу программу достаточно большой, мы возвращаемся в эфир. И теперь мы будем выходить не каждый день, а по понедельникам, средам и пятницам. В те же самые дни, как выходит программа «Информационная война», мы из студии «Радио Крым» будем обсуждать различные аспекты человеческой жизни, связанные с зарабатыванием хлеба насущного, либо с управлением всеми социальными процессами, так или иначе упирающимися в зарабатывание хлеба насущного. Сегодня мы с вами поговорим на тему, которая неделю назад, по-моему, я озвучивал в «Информационной войне». Я наслушался лекции... 16-го. 16-го, да. Я наслушался лекции Игоря Яловацкого, руководителя рабочей группы при правительстве Российской Федерации по вопросам местного самоуправления. И действительно, вопрос действительно актуальный. Количество ТОСов в Крыму растет. Многие люди узнают об этом. И, в общем-то, сегодня я пригласил Игоря Яловацкого в гости, для того, чтобы он более подробно с ним обсудить вопросы, связанные с тем, что правительство Российской Федерации поручило рабочей группе, связанные с созданием органов местного самоуправления и всех структур, которые с этим связаны. Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Вы, на самом деле, уже были у нас в эфире. Это было в какого-то июня, полгода назад. Да, время бежит быстро. Полгода прошло, да. Давайте-ка обсудим местное самоуправление. Что за эти полгода произошло? Чем занимается ваша рабочая группа? Ну, так, буквально на раз-два-три. Как вообще вот этот процесс местного самоуправления, как он развивается в Российской Федерации? Ну, собственно говоря, за это время, пока я нахожусь в Крыму, в Севастополе уже организовалось почти или более 100 ТОСов. Вот, уже создан совет ТОСов, который официально зарегистрирован, имеет регистрационный номер, его власть узнала, то есть она приняла его, зарегистрировала. Так что начинали мы, собственно говоря, с 10 ТОСов в мае, сейчас их уже под сотню. Мне, кстати, после эфира на информационной войне пришло письмо из Керчи, где люди говорят о том, что они создают ТОС в одном из пригородов Керчи. И прошли все стадии, все этапы, но вот не могут получить справку о количестве жителей, которые живут на этой территории, и, в общем-то, чиновники им не помогают. Как в таких случаях... Я, кстати, дам телефон для того, чтобы вы созвонились с ними. Как в таких случаях людям поступать и как взаимодействовать с органами власти? Я так понимаю, что просвещать в вопросах самоуправления нужно не только граждан непосредственно на земле, но и чиновников, которые, наверное, тоже не очень хорошо знакомы с законодательством. Ну, как показывает практика, здесь совершенно незнакомы с законами. Поэтому надо просвещать администрацию и объяснять ей, что народное самоуправление – это не отбор власти или перераспределение каких-то прав, или держа бюджета, или отбор их средств, а наоборот, помощь снизу. Они будут знать, что происходит на земле. Ну, чиновники, они ж, в общем-то, может быть и не очень заинтересованы знать, чего там на земле. Вот какие статьи законодательства обязывают представители органов государственной власти помогать органам местного самоуправления? Ну, тут существует как бы несколько шагов. Если власть не слышит, то ей надо для начала объяснить, что существует 33-я статья, пункт 2, где четко написано. 33-я статья, пункт 2? Да, 131-го закона. 131-го федерального закона, который… 131-й федеральный закон – это вопрос местного значения. Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации. Да, это закон, который, собственно говоря, регулирует все вопросы по созданию органов местного самоуправления. Согласно этому закону и этой статье чиновники обязаны помогать по организации вопросов местного самоуправления. Но конфликт интересов-то все равно существует. Чиновник традиционно понимает, что вот появляются какие-то органы, которые будут на местах чем-то там… Ну, там уже расписано и в Конституции, и в законе расписано, что управлять местным имуществом… Муниципальной собственностью. Муниципальной собственностью. Ну, это же как бы сразу конфликт интересов. Вот тут надо четко разграничить, мне кажется, и объяснить и людям, и чиновникам, что речь идет совсем не о том, чтобы устраивать гражданскую войну за то или иное здание. Ну, опять же таки, возвращаясь вот к начавшемуся какому-то непонятному конфликту между властями Крыма и федеральной властью о том, что нету денег, есть деньги. Власть федеральная говорит, мы вам деньги выслали, а вы не можете их освоить. То есть, вот происходит, собственно говоря, нестыковка из-за того, что у местной власти нету заявок, куда тратить эти деньги, куда вкладывать эти деньги. Поэтому они не знают… Секундочку. То есть, если вернуться к теме местного самоуправления, ТОСы, которые организуются там, квартал, улица, район, микрорайон, поселение, да, они могут стать подрядчиками на асфальтировании тех же дорог? Да. Они создают сначала территориально-общественное самоуправление, это ТОС, так называемые сокращения. Не надо путать с ТСН или ТСЖ или ЖКХ, потому что это ТОС создается по федеральному закону, как минимальная единица территориального самоуправления. То есть, обозначается территория, начинается от подъезда, потом эта территория увеличивается до поселения, в поселении начинает управлять местное самоуправление. Это такие органы управления этой территории. А в компетенцию этих органов входят вопросы местного значения. Это у нас глава 3 статья 14.131 федерального закона, где почти под 40 вопросов, которые решает местное самоуправление. Так, давайте этот вопрос рассмотрим. Уважаемые радиослушатели, мы сейчас, в общем-то, недолго думая, решили конкретизировать вопрос, для чего создаются территориальные органы местного самоуправления, зачем люди организовывают ТОСы, какие вопросы они, согласно федерального закона, вправе решать. Там порядка 40 вопросов, насколько я слышал. Ну и 40 это так основные обозначенные, в принципе, есть вопросы, которые не входят в вопросы местного значения. Но ТОС, определяя какую-то территорию и организовывая местное самоуправление, тем самым начинает распоряжаться. То есть он не становится объектом управления, а становится субъектом управления. То есть он, выпуская муниципальные акты, которые являются законом на этой территории, он требует, чтобы эти акты были исполнены. То есть, по сути, законы. И если органы исполнительной власти, там какие-то дорожные или карательные, там милиция, полиция, не исполняют, то на это включаются надзирательные органы. Вот, собственно говоря, чем федеральный закон и по нему созданные органы имеют больше полномочий над органами, которые находятся под ними по приоритету. Давайте вернемся к первому вопросу. Не возникает ли здесь конфликта интересов между органами государственной власти и органами местного самоуправления? Потому что субъект еще один на территории, который, понятное дело, решает не все стратегические вопросы, а только местного значения. Все равно это субъект. Дело в том, что по законодательству и по приоритету законов у государственной власти нет полномочий распоряжаться теми вопросами, опять же таки, местного значения, которые на них хотят возложить люди. И когда они спрашивают, где деньги и почему вы это не делаете, они просто отфутболивают людей и говорят, обратитесь вообще-то сами к себе, к тем органам, которые вы должны создать. И тогда вы, когда подпишете, напишете заявку, тогда мы будем знать о вас, мы внесем это в бюджет, в строку, занесем вас и выделим финансирование на следующий год. Вот что происходит. Поэтому необходимость создания органов местного самоуправления это просто необходимость, а не какая-то блажь. Давайте вернемся к вопросу, какие вопросы жизнеобеспечения, вообще цели, ради чего, вот по этой статье, какие вопросы в ведении органов местного самоуправления? Ну, у нас меленьким шрифтом мы распечатали пять страниц, это мы там десяточкой распечатали, и у нас получилось, что это пять страниц. Основные вопросы, которые... Ну, например, да, все мы зачитывать не будем? Да, ну, зачитаем там, скажем, что 15, наверное. Составление рассмотр... Первый, да, составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, запятая, утверждение и исполнение бюджета поселения, запятая, осуществление контроля за его исполнением, запятая, составление и утверждение отчета об использовании бюджета поселения. То есть, я думаю, первый же вопрос о бюджете говорит о многом, что делать есть чего. Второе, установление изменений и отмены местных налогов и сборов поселения. Вот до такой степени компетенцию. То есть, местное самоуправление имеет право определять торговые... Местные налоги. Местные налоги. А тут надо обратиться, опять же-таки, к налоговому кодексу, в котором описаны эти местные налоги. Их три. Это закон налог. Налог о недвижимости с физических лиц, земельный налог и торговый налог. То есть, вот эти вот три налога, которые имеют право устанавливать, изменять и отменять в том числе. То есть, их можно до отменения. Ну, вернемся опять к третьему вопросу. Это владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения. Четвертое. Организация в границах поселения электротепла, газа и водоснабжения населения. Водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. Тут о ГСМах говорится. Там есть, в законе описано, что аксизы, там с аксизами связаны. Надо смотреть еще это на бюджетный кодекс и налоговое законодательство просто по аксизам. На заправках на территории поселения. Пятый вопрос. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок, парковочных мест. — Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с федеральным законодательством. — Ну, тут опять же-таки ссылка на федеральный закон, номер 257 от 8-го, 11-го, 27-го, это о федеральных трассах и тому подобное. То есть закон пишется с отсылками, чтобы в одном пункте не описывать все-все-все, то есть отсылается. — Понятно, понятно. —ichte комплектова и обеспечения сохранности библиотечных фондов и библиотек поселения. 13.1. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов поселения. — 15. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организации об устройстве мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. То есть то, что в Крыму как раз жизненно необходимо, это пляжи и тому подобное. Восемнадцатое. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Тоже актуальная тема. Это все входит как раз в вопросы местного значения, местного самоуправления. Двадцатое. Утверждение генеральных планов поселения. Вот так вот. Правила землепользования и застройки. Утверждение, постановленное на основе генеральных планов поселения, документация по планировке территории, выдача разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных Городостроительным кодексом РФ и иными федеральными законами, разрешение на ввод объектов и эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкция объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 1. Резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд. 2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения. 3. Осуществление в случаях, предусмотренных градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении, выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 2. Присвоение адресов объектам адресации. Изменение аннулирования адресов. Присвоение наименования элементам уличной дорожной сети, за исключением автомобильных дорог, федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. 3. Местного значения муниципального района. Наименование элементам планировочной структуры в границах поселения. Изменение аннулирования таких наименований. Размещение информации в государственном адресном реестре. 4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 5. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 30. Организация осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. 33. То есть вопросы культуры. Да. 33. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка. Создание условий для деятельности народных дружин. Так. Ну и, пожалуй, хватит. Еще тут этих вопросов. Это 33. Он кончается у нас 39. То есть это еще... Не, но объем достаточно большой. В принципе, люди действительно, скорее всего, в подавляющем своем большинстве этого никогда не читали. Это, в принципе, основы. 131-й федеральный. Федеральный закон. Федеральный. Который регулирует создание и функционирование органов местного самоуправления. Да. Почему мы все время надавливаем на слово «федеральный»? Потому что существует у нас приоритет законов, в котором федеральный закон по приоритету является высшим законом над гражданским жилищным кодексом. И в этом и отличие, что когда вам говорят «давайте создайте ТСН или ТСЖ, а не создавайте ТОС», то это тем самым вашу юридическую силу понижают. И ваши права и полномочия таким образом также понижают. То есть создав ТОС, территориальное общественное самоуправление, определив территорию, а потом создав местное самоуправление, у вас есть полномочия, которые мы зачитали. Когда же вы создали ТОС или ТСЖ, у вас таких полномочий просто нет. И вы ходите по инстанциям и собираете бумажки. Вместо того, чтобы написать бумажку, муниципальный акт, и сказать, что если вы не исполните этот муниципальный акт, то наступает уголовная ответственность. Согласно федеральному закону. Даже так. Даже так. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы обсуждаем, ну как бы в глубину, не поверхностно там, на раз-два-три, а в глубину, что такое местное самоуправление. Мы после перерыва, сейчас уйдем на небольшой перерывчик, послушаем две песни, а после перерыва пройдемся по алгоритму создания того же ТОСа. С чего начать, чем закончить, как организовывать МСУ, как делать юридическое лицо и, в общем-то, какие процедуры нужно сделать. Эта информация, в общем-то, конечно, полезна. У нас в Крыму создаются территориально-общественное самоуправление в разных местах республики. И, в общем-то, в ознакомительных образовательных целях мы, в общем-то, сегодняшний выпуск организовали. Уйдем на небольшой перерыв, буквально пару бесед. Бизнес-технологии Возвращаемся в студию Бизнес-технологии. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях Игорь Иловацкий, руководитель рабочей группы при правительстве Российской Федерации по вопросам местного самоуправления. И мы обсуждаем вопрос создания ТОСов, но при этом, вот только что в перерыве, мы коснулись темы, что ТОС – это не является конечной целью, а конечной целью является МСУ. Вот эти терминологии, сокращения ТОС, МСУ – названия похожи, букв много, а в чем разница? Ну, разница кардинальная. То есть ТОС – это созданный по федеральному закону, имеет высшее по приоритету и больше полномочий в управлении и администрировании ниже стоящих организаций. ТОСН же или ТСЖ, как их называли раньше, это созданные образования по жилищному кодексу, и у них меньше полномочий по контролю организаций, которые находятся под ними. ЖКХ, опять же, или СЖС, они все созданы по тому же жилищному кодексу, и они, в принципе, равны по законодательству. Поэтому у этих органов такая просительная форма и общение с этими организациями. А у ТОСа – это администрирование, это контроль, это подотчетность, то есть они могут брать отчеты с ЖКХ, сметы проверять и контролировать на всех этапах, например, ремонтов и подобных каких-то работ, проводимых ниже стоящими организациями. Хорошо, такой вопрос. Ну, я задал вопрос о МСУ. ТСЖ, вот эти объединения владельцев жилья или недвижимости, понятно, что они находятся по статусу юридическому ниже, они подчиняются жилищному кодексу и другим кодексам. Но меня интересует вопрос МСУ. То есть у нас же двухступенчатая регистрация. Сначала люди учреждают ТОС в рамках, в границах подъезда, поселения, квартала, улицы и так далее. Но этим же дело не заканчивается. Нужно сделать еще МСУ. Да. Что это такое? МСУ – местное самоуправление, которое прописано, во-первых, в Конституции, вопросы местного значения, то есть в высшем законе, даже не в федеральном, а в 131-м, в главе 3 статьи А14, эти вопросы местного значения, они расписаны подробно. Мы их только что зачитывали. Да, мы их только что зачитывали. А МСУ – это административный орган управления территорией. То есть ТОС – это обозначение территории, а МСУ – это аппарат, который учреждают сами граждане, живущие на этой территории, для управления всеми вопросами местного значения на этой территории. То есть аппарат, орган местного самоуправления. Все правильно. Потому что, так как ТОС создается по 131-му закону, по статье 27-й, его надо зачитать, я думаю, да, статью 27-го. Пункт 3. Территориально-общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан. Подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением, иные территории проживания граждан. Что означает «не являющиеся поселения»? В преамбуле описано, что такое поселение, что такое сельский населенный пункт. То есть там разница в количестве домов, удаленности от административного центра, тем просто небольшие отличия. Так как закон у нас до буквы надо соблюдать, поэтому вот такая терминология расписывается до буквы. Поэтому нужно переходить к инструкции, собственно говоря, как создать ТОС, чтобы у вас потом чиновники не сказали такой фразы, что вы организовали местное самоуправление, а у вас не создано муниципальное образование под этим. То есть на языке юридическом они вам говорят, у вас нет определенной территории, на которой вы управляете. То есть такая фикция в воздухе созданная. Мы хотим чем-то управлять вопросами местного значения, очень хотим власти, но не соблюдают все процедуры, которые прописаны в законодательстве. Поэтому чиновники говорят, ну, собственно, они правы. То есть они указывают вам на ваши же ошибки. Потому что они соблюдают законодательство, вы должны соблюдать законодательство и следовать букве закона. Поэтому вы должны четко понимать, что создавая территориальное общественное самоуправление, ваша цель, в принципе, местное самоуправление. Конечно, кому-то будет достаточно территориального общественного самоуправления, он вольется в какое-то более крупное МСУ, где будут более активные люди, более пробивные, с большими возможностями, связями и тому подобное. Я думаю, важно сейчас сказать, что МСУ как структура, это юридическое лицо, имеющее счет в банке, которое может получать на свой счет федеральные или местные ассигнования из бюджета. Или региональные. Или региональные. И может взаимодействовать с налоговой администрацией для получения местных налогов с этой территории. Да. То есть вот все вопросы, которые мы перечислили, в том числе и распоряжение налогами, они прописаны в вопросах местного значения. Поэтому, когда говорят, что создайте ТОС, на этом как бы останавливаться нельзя, потому что ТОС, собственно говоря, за счет своих средств, на собственные средства и развивается. Поэтому большинство ТОСов прекращают свое развитие, потому что им не объяснили, что следующий шаг – это управление местными, местными, опять же, бюджетами. Не надо путать, что вы там начнете какие-то транспортные налоги отменять или НДС возвращать каким-то образом. То есть это все под региональные и федеральные налоги уходят. Поэтому ТОС – это как определение территории, как минимальная единица местного самоуправления в дальнейшем создание местного самоуправления. Давайте по алгоритму. С чего начать и чем заканчивать? Ну, для начала надо объяснить вот эту информацию, взять самим, почитать хотя бы немножко законы, хотя бы немножко, чтобы получить какую-то юридическую или правовую компетенцию в том, что вы собираетесь создавать. Для этого нужно собрать где-то 3, лучше 7 человек, где вы будете… Инициативную группу. Инициативную группу, так называемую, где вы соберетесь как сход граждан. Опять же, такие термины важны – сход граждан, конференция, собрание. Если вы соберетесь и начнете подписывать протокол собрания, то у вас, соответственно, не будет достаточного количества голосов на этой территории, и вы просто не проведете, не будет к воруму, не проведете это собрание, и ваше собрание будет неправомочное. Поэтому сход называется сход или конференция граждан. На этой конференции вы подписываете протокол о намерениях. То есть эта инициативная группа, собравшись, она подписывает протокол о намерении создать территориально-общественное самоуправление, то есть определиться с территорией. В этом протоколе у вас должны быть описаны такие вопросы. Определиться, каким будет ТОС, юридическим лицом или неюридическим, определить территорию, цели и задачи этого территориального общественного самоуправления, решить вопросы возможной регистрации ТОС. На этом собрании будет определен порядок сбора предложений и замечаний. То есть есть две формы – очное и заочное голосование. Некоторые люди спрашивают, мы собрали доверенности, нам их так тяжело удалось собрать, а оказывается, они не нужны, достаточно протокола. Это действительно так, достаточно протокола, с которым эта инициативная группа будет просто проходить по той территории, на которой будет находиться этот ТОС, территориально-общественное самоуправление, и собирать подписи заочно. Собрав заочно всего лишь одну треть голосов, то есть от подъезда вам нужна одна треть голосов. Замечание одно небольшое, что старше 16 лет должны быть граждане. Список граждан вы можете также собрать сами. То есть эта инициативная группа может вынести вопрос о сборе проживающих, именно проживающих на этой территории граждан, так как необязательная регистрация, достаточно подписать бумагу о преимущественном проживании на этой территории граждан. И два соседа подписывают эту бумагу, и тем самым они имеют право голосовать за создание территориального общественного самоуправления. Второе, значит, будет это уже, когда вы определитесь с территорией, это будет создание ТОСа. Вы наметите дату, сделаете объявление, напечатаете, расклеите. Об этом должна знать администрация в уведомительном порядке, вы напишите им приглашение на это собрание. То есть там уже будет собрание, где могут участвовать как граждане, так и их делегаты. То есть от подъезда вы можете избрать делегата, не обязательно ходить всем гражданам. То есть приходит делегат с протоколом, в котором подписано, что он делегат, и тем самым он голосует за весь, например, подъезд. То есть если в жилом доме четыре подъезда, то есть четыре делегата, они имеют право, их уполномочил подъезд для представления их интересов и для голосования. Вот собралась инициативная группа, 3-7 человек, они провели свой сход, они сделали протокол, они обязаны сразу же уведомить государственную власть, городскую администрацию о том, что инициативная группа сделала протокол о намерении о создании ТОСа. Нет, речь уже о собрании, когда не сход или конференция прошла. А, когда назначается уже собрание всех делегатов, тогда нужно уведомить и пригласить представителя. Да, не обязательно придет, он не придет, это по сути неважно, так как власть еще не понимает, а если понимает, то понимает совершенно не так. У нас были встречи, когда депутаты приходили, и они приходили, как всегда, они одни, начинали кричать, шуметь, сбивать собрание, говорить, что они здесь власть, что тут собрались. Здесь вплоть до физических угроз доходило, даже такие случаи. Но в итоге, когда они понимали, что народ собрался не для того, чтобы у них власть отбирать, а для того, чтобы улучшить ее, уже потом и обнимались, и братались с этими депутатами. Ну да, все дело в пояснении самого законодательства всегда. Тут конфликт интересов, он-то отсутствует, но в силу непонимания законодательства он как бы висит в воздухе, его надо разъяснять. Да, поэтому мы это объясняем, что, по сути, это не какой-то отбор власти или деление их бюджета, это, наоборот, увеличение и распределение. Ну, как пример можно рассказать, что департамент, когда начинает писать бюджет, он пишет, вот у нас был такой пример, что 5-7 миллионов они писали. Когда я спрашивал, я конкретно спросил, сколько вы собираетесь выделить на благоустройство территории, они сказали, ну, из этой суммы полтора миллиона. На что сидело вот на тот момент человек 15 председателей ТОСов, я говорю, вот здесь как бы граждане председатели сидят, какие у вас, например, затраты на благоустройство территории? Ну, они там кто как, кто миллион, кто полмиллиона, кто три миллиона, я говорю, ну, допустим, по миллиону, видите? Уже 15. Уже. Я говорю, так вот, когда вы придете в департамент за деньгами на благоустройство территории, кто первый встал, того и тапки. То есть они выделят, может быть, кому-то какую-то сумму и тем самым удовлетворятся. Для галочки они бюджет потратили, у них все хорошо, ну, вы будете ходить и говорить, денег нету. А когда вы скажете, почему денег нет, они скажут, так мы и не записали. Заявок не было. Заявок не было. То есть нужно было предварительно перед бюджетированием 15 заявок положить на стол департамента. Да, то есть у нас бюджет подается в сентябре еще, чтобы люди знали, а не приходя уже после сентября. А если вы слышали, то где-то числа 15 президент подписал этот бюджет на следующий год. То есть это прошло с сентября по декабрь, сколько времени, пока Дума его там подписала, согласовала. И президент подписал его в этом году с дефицитом в 3 триллиона рублей. В принципе, эта сумма не такая уж и большая. Ну, на этот год. То есть все, на 16-й год по сути финансирование закрыто. Но, опять же таки, обращаясь к вопросам местного значения, если вы открываете ТОС или территориальное, или МСУ, то у вас есть возможность попасть в те программы, которые уже были в 16-м году запланированы. То есть есть веб-сайт государственный, в котором расписаны, например, в 16-й год что-то в районе 560 миллионов на многие программы, на увеличение много чего. Береговой зоны, веток электрических, проведение связи, ускорение до 310 гигабайт. Ну, там вопросов, наверное, 40 и организаций бюджетных штук 10, которые занимаются этим распределением бюджета. То есть бюджет все равно выделяется. И у вас есть возможность попасть в распределение этого бюджета в течение 16-го даже года. А нет ли конфликта интересов, если, например, претендовать на местные налоги на этой территории? Ну, например, стоит три заправки, там несколько, скажем, торговых крупных павильонов, там еще что-то. Ну, то есть есть какая-то определенная сумма местных налогов, на нее-то можно сразу претендовать. Нет ли здесь конфликта, свяжем, с бюджетированием, с поступлением в местные или федеральные бюджеты? Появился ТОС и сказал, вот эти деньги мои. И как этот вопрос администрируется? Тут та же самая проблема появляется, что деньги сначала собираются, отправляются в федеральный бюджет. А после этого, когда федералы отправляют эти деньги назад, говорят, ну, у нас вот по бюджету, который я только что сказал, вам мы должны выделить на дороге там 2,5 миллиарда. И эти средства посылают, а снизу говорят, а у нас заявок всего лишь там на 300 миллионов. И все. И, соответственно, 2 этих слишком миллиардов отправляются назад. Вот что происходит. То есть налоги собирают и переправляют на самый высокий уровень. А тут возможность наоборот с администрацией городской или районной договориться о том, что мы, как местное самоуправление, эти налоги не отправляем в федеральный бюджет, оставляем здесь и тратим здесь. А есть право такое и полный вперед. Да. То есть все законно, абсолютно законно. Осталось только создать эти органы, потому что власть не знает, кому, каким физическим лицам распределять это. Или каким подрядчикам платить за ремонт дороги. Да. А МСО может создать свои органы, которые будут ремонтировать те же дороги или строить. А лицензирование? Ну, это же надо создавать предприятие лицензирование. Ну, да. Но они будут входить в органы местного самоуправления. То есть это будет какой-нибудь МУП тот же или какой-нибудь дорожное управление по ремонту дорог. Я так вот послушав, у нас тут остается минут 5-7, я послушал и понимаю, что организовать местное самоуправление на самом деле точно так же, как и во времена 17-18 годов. Есть такое выражение, что вот это советскую власть, а тут, кстати, очень много от советской власти. Даже, я бы сказал, даже больше, от земств. От земств. То есть еще до советской власти. Да, да, да. Но все равно вот это вот объединение, общение между людьми, взаимодействие с органами власти делались ораторами, делались пропагандистами, делались агитаторами. То есть надо пройти по дворам ножками, надо пообщаться со всеми людьми, которые живут на этой территории, надо с ними договориться, получить отклик. Нужно пойти в органы государственной власти, даже пригласить на первое собрание делегатов, да. Нужно с ними договориться, нужно с ними договориться о разделе компетентную, чтобы не было конфликта интересов, чтобы просто не было саботажа, да. Ну, надо объяснить все эти тонкие моменты. Объяснить. То есть фактически речь идет о том, что люди, которые замахиваются на создание местного самоуправления, должны иметь какую-то управленческую квалификацию, скажем прямо. Без сомнения. То есть основная проблема местного самоуправления, вот я даже Владимир Горначук как-то в фейсбуке написал, перед тем, как мы забанились друг с другом, он написал, тосы в России не работают. И это, ну, типа мертвый закон, ничего не работает, но я-то понимаю, что люди просто, а, не знают, б, не умеют, с, побаиваются конфликта интересов. Весь вопрос компетенции, то есть нету как такового конфликта, то есть это одно делается. Один бюджет, говорю, вся проблема в том, что уходит все в федеральный бюджет, а возвращаться назад тоже не возвращается. Оно возвращается, но ввиду того, что невостребованность из мест, оно опять назад возвращается. Причем исключительно организационная невостребованность. То есть они-то востребованы, мы на улицы свои смотрим и понимаем, что рук не хватает, подрядчиков не хватает. А тосы могли бы взять и весь старый город вылезать и сделать его просто идеальным, как, я не знаю, немецкие городки эти по 40 тысяч. И кажется, что денег не хватает. А извините меня, когда из 2,5 миллионов 2,2 миллиарда отправляют назад, это вообще не укладывается ни в какие рамки. Для этого нужно, вот мы проводим же уже вторник-четверг курсы по управлению. Так что, в принципе, если есть желание, люди могут подойти и узнать больше информации. Ну, это касается, конечно, в основном жителей Симферополя, хотя, я так видел, к вам и приезжают и из других регионов. Из Адушты, Севастополя, Евпатория. Уважаемые радиослушатели, сегодняшний выпуск программы посвящен местному самоуправлению. У нас в гостях Игорь Ловацкий и руководитель рабочей группы при правительстве Российской Федерации по вопросам местного самоуправления. И мы сегодня обсудили, ну, 131-й федеральный закон, все его основополагающие моменты, которые вытекают из статьи 3 Конституции. И мы обсудили алгоритмику создания территориального общественного самоуправления на вашей территории, начиная от подъезда многоквартирного дома, группы многоквартирных домов, поселения, или микрорайона, или населенного пункта. А вторым этапом мы обсудили создание органа местного, то есть первый этап – это создание границ территориального самоуправления, на котором будет осуществляться управление. Второй этап – это создание МСУ, местного самоуправления, как юридического лица со счетом в банке, которое уже может, собственно говоря, приступать к управлению территорией, начать асфальтировать улицы, делать, облагораживать территорию, и показывать, что в XXI веке люди могут жить лучше. Вот из этих сорока вопросов, которые мы обсуждали, какие в компетенции местного самоуправления, а какие вопросы туда не вписаны, но по закону они могут рассматриваться на местном уровне? Ну, есть еще вопросы, не входящие в вопросы местного самоуправления, а это такие, как, даже, не знаю, органы местного самоуправления имеют право заменять нотариуса, то есть иметь право подписи на каких-то документах. Ну, исходя, опять же-таки, из вопросов местного самоуправления, например, как присвоение адресов объектов объектам адресации или утверждения генеральных планов, я думаю, понятно, что полномочия местных органов самоуправления достаточны до такой степени, чтобы заменять не только нотариус, но и, в принципе, какие-то вещи, которые в очередях... Нет ли здесь конфликта интересов? Ну, опять же-таки, существует программа по созданию центров по обслуживанию населения в качестве бумажных выдачи всяких подтверждений, и это количество должно быть за три года увеличено до ста пунктов. То есть местное самоуправление может абсолютно спокойно взять на себя бельжет... Зажать этот вопрос. Да, и заниматься исключительно, опять же-таки, исключительно говорить... Ну да, вопросов там хватает. ...вопросами тем, чтобы предоставлять какие-то бумаги, выписы и тому подобное, адреса, присвоения. Ну, справки, квитанции, да. То есть по бюджету предусмотрен на три года до 2018 года 100 пунктов таких должно быть организовано. 100 пунктов? По обеспечению населением вот этих вот выдачи справок и тому подобное. Обслуживание там, реестров всяких. Это что касается бюджета вот на эти три года. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас понедельник, 21 декабря. Сегодня день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, автора известной Конституции 1936 года. И мы сегодня говорим об государствообразующем вопросе, о вопросах местного самоуправления, когда люди на земле, они могут стать большими государственниками, не могут через себя пропустить основные функции управления, связанные с работой с населением на территории, с работой по повышению качества образования, по организации культурных мероприятий, по взаимодействию с пенсионерами, по облагораживанию улиц, асфальтированию дорог, по созданию условий для развития мелкого, среднего предпринимательства. И, в общем-то, все вопросы, которые могут быть в ведении местного самоуправления, которые расписаны в 131-м федеральном законе. Этот выпуск программы, в общем-то, направлен на то, чтобы поднять в информационном поле этот вопрос, чтобы люди задумались над этим. А те люди, которых эта тема вдохновляет и которые считают, что они могут осуществить такое действие, приглашаем по вторникам и четвергам по адресу Богдана Хмельницкого, 15, на семинары, связанные с обучением тому, как организовывать органы местного самоуправления. Фактически, это такие мастер-классы или семинары по управленческим действиям, по тому, как себя вести с людьми, как ходить по домам, как общаться с людьми, как с ними договариваться, как взаимодействовать с органами государственной власти. И, что самое главное, гасить все возможные возникающие конфликты интересов, которые возникают в основном из-за незнания федерального и регионального законодательства. В эфире была программа, это наш первый выпуск после перерыва, программа «Бизнес-технологии». Это чистая бизнес-технология. «Бизнес», если переводить как «дело», то вот тут-то дело как раз и заложено. Местное самоуправление. Спасибо, Игорь, за участие в нашей программе. Встретимся с вами в среду на очередном выпуске с 15 до 16 на 0. Спасибо за внимание. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова